Первые поставки голубого топлива в Европу должны начаться уже в следующем году. Протяженность газопровода по территории края составляет 830 километров. На Кубани начинается и морской участок. 900 километров южного потока до Болгарии пройдет по дну Черного моря. Максимальная глубина составит 2 метра. Говорили на встрече о других совместных проектах. Александр Ткачев в частности отметил успешное сотрудничество в рамках подготовки к Олимпиаде и хорошие темпы газификации региона. Газпром очень много и каждый год инвестирует в экономику нашего края. Мы посчитали только за 10 лет порядка 17 миллиардов рублей в газификацию края. Поэтому уровень 80% газификации это один из самых лучших в нашей стране. И мы конечно стремимся к 2020 году выйти на уровень почти 100%. И у нас есть все для этого возможности. Конечно стратегический вопрос. Южный поток. Это огромные инвестиции. В этом проекте будут задействованы десятки наших подрядных, субподрядных организаций. А значит это доходы, бюджет, это зарплата и так далее. Это развитие прежде всего. Поэтому мы конечно очень рады нашему сотрудничеству. И надеюсь оно очень взаимовыгодно. Я готова поблагодарить Арсана Николаевича и администрацию края в помощи в организации работ по прохождению трассы газопровода. В рамках сотрудничества с Краснодарским краем мы работаем по газоснабжению полуострова Томань. Значит все потребители. Мы понимаем о том, что там увеличивается потребление газа. И поэтому газопровод, который у нас будет брать начало от газопровода, который идет на Южный поток, мы будем снабжать газом и соответственно юго-западную часть Краснодарского края. В ходе встречи были также достигнуты договоренности о газификации Туапсинского и Адлерского районов, Армавира, Краснодара. Только в Адлерском районе природным газом планируют обеспечить не меньше 25 населенных пунктов. Как отметил губернатор, чтобы газ пришел в отдаленные кубанские поселки и станицы, потребуется не один миллиард рублей. Но власти края готовы вкладывать средства, чтобы все жители региона были обеспечены голубым топливом.